здравствуйте дорогие друзья сегодня наверное такой впервые со мной я утром сняла для вас видео урок по выполнению вечерней укладки этой укладки вечером вот сейчас уже вечер и я снимаю только приветствие к этому видео просто произошли некоторые технические накладки и вот так произошло но зато это отличная возможность показать вам как изменилась укладка в течение дня то есть вот за весь день она практически не изменилась только стало мне кажется лучше немножечко подосели сами локоны но я сейчас освежила лаком немного подбрызгала но все вот такой вот вечерний образ у меня сегодня для вас и так если вам интересно как я сделала эту укладку то оставайтесь со мной так изначально у меня волосы просто сухие чистые без нанесения всяких там средств укладочных ничего не наносила и не укладывала никак просто продула феном чтобы они были такие рассыпчатые сухие обязательно досуха прям досушиваем потому что локоны мы никогда не крутим на волосы слегка сырые или вообще хоть чуточку чтобы они влажные были крутим только сухие и желательно прям вот свежевым и и так теперь я буду слоями отделять волосы снизу вверх начесывать их от корня накручивать на плойку плойка у меня 19 миллиметров достаточно тоненькая но я буду держать совсем недолго прядочки вот она 19 миллиметров из фирма гамма из серии starlight вот она у меня коробка хотела показать starlight titanium я напишу в описании к видео напишу что это за плойка она очень быстро нагревается прям видно как ползет циферка не знаю видно вам это нет градусы очень быстро увеличивается доходит до нужной температуры и тогда уже можем приступать в этой укладке все обычно переживают как же так как накрутить вот эти короткие волосы на самом деле с ними сильно заморачиваться и не нужно и достаточно вот нижние самые короткие достаточно чуточку подкрутить но начесываю я их обязательно начес делаю плотный если начес был не плотный то он не имеет никакого смысла и обязательно фиксируем лаком лак у меня оси с двоечка такая слабая фиксация поскольку короткие волосы сложно намотать на плойку поэтому здесь нам помогает зажимчик не открываю как на утюжок прокручивая прядку просто протаскиваю у меня внутрь чуть-чуть подвернулась мне этого достаточно можно боком держать можно крутить в разные стороны потому что укладка такая хаотичная у нас сегодня немного не небрежная все как мы любим прям четкого направления тут соблюдать не нужно наоборот нужно выдерживать разные направления пряди не бойтесь сделать слишком много начеса лучше в конце его пальцами расправить и лишний если в вдруг лишний у вас появится потому что в самом конце прически сделать меньше начеса уменьшить объем легче гораздо чем заново его сделать ну то есть добавить если волосы слишком рассыпчатые и не поддаются начеса можно сначала немного взбрызнуть лаком и потом начесать потом еще зафиксировать лаком или же можно подготовить волосы перед начесом пудра для прикорневого объема красненькая баночка осис я вам показывала раньше дальше продолжаю накручивать здесь уже подлиннее волосы поэтому можно прям наматывать потому что сама накрутка у нас будет ну уже вот в верхних слоях нижние слои не так важны в верхних слоях обязательно это будет локоны волны ну как локон накрученный жгутом то есть я не контролируя прядь просто наматываю на плоечку чуть-чуть подержала и отпустила беру небольшими прядочками чтобы можно было недолго держать и она при этом накрутилась бы вы себе крутите осторожнее с пальцами прижечь очень легко себя еще один слой начесала также продолжаю накручивать пусть это будет на лицо следующее будет от лица открываю зажим и прям наматываю до кончика но если совсем маленький торчащий кончик останется то это даже классно что-то я сейчас поймала себе на мысли что вспомнила как я начинала снимать видео как я боялась вообще я много лет же снимала даже в кадре не показывалась только мои руки меркали сначала потом появился мой голос спустя годы и потом уже и сейчас сижу такая деловая уже не страшно на самом деле это вы мне силу передали уверенности в себе потому что когда снимаешь видео и понимаешь что кому-то это приносит пользу это круто конечно так что спасибо вам за это пишите в комментариях кстати интересно бы вам было послушать или посмотреть мой рассказ о том как я начинала вести свой канал как я к этому пришла может быть какие-то вопросы у вас есть на эту тему я вам расскажу пишите в комментариях с этой стороны тоже самое на самом деле я бывает записываю видео без голоса потому что ну что тут объяснять я вначале сказала что прикорнивую часть мы начесываем и потом все прядь накручиваем собственно больше нечего говорить потом я просто показываю технику просто из пряди в прядь все одинаково делается но вы почему-то хотите просите меня все проговаривать голосом если вдруг я что-то не договорила что-то непонятно вы всегда пишите в комментариях потому что я отвечаю и ну допустим если много вопросов будет каких-то то я в следующий раз это учту и буду уже комментировать проговаривать это обязательно пишите в комментариях что вас волнует что и не доделывая не договаривая буду исправляться и 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 ability максимально естественно это выгляделых тут уже я начинаю челки накручивая от лица прядочки все а и это от лица и дальше все по направлению от лица кита очень piratesки такие кудряшки. Теперь будем разбирать. На самом деле я уже чувствую, что вы напишите уже и так круто, и так хорошо можно оставить. Я согласна, да, можно уже и так оставить. Но на мой взгляд, немного не закончено. Как-то по-дилетантски хочется прям такую укладку клевую сделать. Итак, теперь разбираем. Разбираем эти локоны. Я предпочитаю пробрызгать сначала их солевым спреем. У меня это такой тиджи, по-моему, да, тиджи, синенький флакончик. Еще очень классная черного цвета флакон, соль, осис. Остальные я еще несколько пробовала, марок мне не нравятся. Пока вот из того, что мне нравится, это тиджи, очень-очень-очень клевая. И осис, около полутора тысяч стоит, а осис до тысячи. Итак, пробрызгиваю. Это не лак, так что не боюсь наносить. Фиксацию соль не дает никакой. Она создает текстуру. И потом прям ломаю в разные стороны, раскидываю и пальцами прочесываю. Прям разбиваю, разбиваю вот так. Безжалостно. Видите, волосы разбиваются и как пух такие становятся, а соль придает текстуру. Делает более акцентированные такие прядочки. И к тому же после соли локоны лучше держатся. И вот конечный результат я зафиксировала лаком в слабой фиксации. И мой вечерний образ завершен. Обязательно поставьте пальчик вверх или вниз. Оставьте свой комментарий, понравилась ли вам эта укладка. Мне это очень важно. А я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok